Приветствую вас. Давайте разберём вопрос ваш, который вы задаёте. Засчитывать я его, наверное, не буду, потому что он достаточно объёмный, но, в принципе, про одно и то же. В первую очередь, вопрос задаёт Евгений, мужчина 27 лет, про отношения с девушкой, которой 16 лет. Соответственно, рассказывает мужчина о непостоянстве данной девушки, рассказывает мужчина о том, что они ссорились, рассказывает Евгений о том, что девушка достаточно зависима от своих родителей, и рассказывает Евгений о том, что когда девушка вела себя не очень последовательно, то есть, например, она после трёх месяцев захотела расстаться с ним. Вот, Евгений для того, чтобы её послить, начал встречаться с другой девочкой, и с этого, соответственно, всё и началось. Вот, значит, его первая девушка пришла к нему мириться, они вроде бы помирились, да, но конфликты и ссоры на этом не прекратились. Вот, не прекратились, и, соответственно, далее начались проблемы. Какие вопросы задаёт Евгений? А после ряда ссор, после того, как он сказал ей, что встречается с другой девушкой, как бы его первая девушка, вот, имени которой, к сожалению, я не знаю, встретилась ему в парке, где он увидел её уже с другим парнем, и она сказала, что чувств к нему нет, как бы, и что она всё чувства выразила, и с новым парнем теперь встречается. Евгений говорит, что он у неё был первым мужчиной, что с ним она лечилась с детственности, и, соответственно, Евгений спрашивал у неё, имеет ли для неё это, вообще говоря, какой-то смысл, значение какое-то, на что получил, в общем-то, довольно обесценивающую реакцию. Вот, спрашивает Евгения, стоит ли её возвращать, да, если возвращать, то как, и чего делать не стоит. В первую очередь, Евгений, хочется отметить, что, вот, с учётом того, что вам 27 лет, а девочке 16, да, вы ведёте себя достаточно, ну, достаточно не соответствующей своему возрасту, да, то есть, обычно при такой большой разнице в возрасте, в общем-то, ожидается, что партнёр постарше будет выступать таким своего рода оплотом, опорой, главенствующим, может быть, даже партнёром. Вот, вы же ведёте себя довольно странно и прибегаете к манипуляциям, обману, да, так, прямо, как бы, говоря о том, что хотели её позлить, начав встречаться с другой девушкой. Ну, вот, и подобная вот непоследовательность, подобное поведение требует своей коррекции, чтобы вы как-то всё-таки определились сами, что вы хотите, что вы чувствуете к девушке, и, соответственно, исходя уже из этого, пробумывать свою стратегу, потому что стоит ли её возвращать, решать вам, что для этого нужно сделать, можно выяснить после формирования вашего и её психологического портрета, с учётом того, что девочка находится в том возрасте, когда происходят самые бурные изменения, то есть, по факту, это ещё просто, вот, и, естественно, что у человека всё бурлится, всё меняется, никакого постоянства, как бы, нет. Вот, у меня же такое ощущение, что вы от девушки ждёте постоянства взрослого человека, что не является, сколько-нибудь, адекватным ожиданием, потому что, ну, как бы, это подросток, вот, давайте, как бы, ну, честно признаемся, честно признаем тот факт, что это подросток, и что, в общем-то, сейчас он находится, ну, по факту, на стадии своих основных, основных изменений, на стадии идентификации, на стадии становления своей личности, вот. И задайте себе вопрос, готовы ли вы принять всё это непостоянство, вот, потому что, на мой взгляд, вы слишком серьёзно, в данном случае, относитесь к ней, в том смысле, что вы воспринимаете её слова, как слова взрослого человека, хотя она ещё взрослым человеком не является, вот. Кроме того, у вас, как будто бы, у самого есть некоторая неуверенность в себе, есть некоторые страхи, есть страх близости, потому что, вот, когда она приближается, вы вроде как, ну, принимаете её, но когда она отдаляется, вы реагируете достаточно болезненно, да, и конфликт, соответственно, только усиливается, да, то есть вы его... вы его развиваете ещё больше. Вот, в первую очередь, на мой взгляд, нужно корректировать эти моменты, я бы сказал. Вот, в дальнейшем, в дальнейшем уже можно будет смотреть на другие аспекты, вот, в дальнейшем уже можно будет смотреть на другие нюансы, в дальнейшем уже можно будет гармонизировать ваши отношения, но пока что вы производите впечатление человека, который, повторюсь, не до конца понимает, чего он хочет, к сожалению, сам, вот, и, на мой взгляд, это основная проблема, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, вот, сейчас, вот, с точки зрения текущего положения вещей и с точки зрения психологии, вот, я не знаю, готовы ли вы работать над собой, да, потому что, ну, ваши вопросы, они немножечко не об этом, ваши вопросы, они немножечко про другое, ваши вопросы, они больше про то, что, стоит ли возвращать девушку, да, и чего делать, как бы, не надо, вот, что тоже в какой-то степени, да, вызывает определенные вопросы к вам, потому что, ну, потому что, самый такой, адекватный вопрос, который здесь, вот, может быть, это вопрос, да, о том, а вы, вот, не знаете, как поступать нужно, да, как поступать не нужно, то есть, вот, мне кажется, что вы находитесь, в принципе, в том возрасте, когда уже, как бы, пора, мягко говоря, это значит, вот. И если вы до сих пор этого, этого не знаете, если вы до сих пор не знаете, какой вы мужчина, каких отношений хотите, чего вы вообще хотите пожить, то вам нужно помочь с этим определиться, вот, дальше, ввиду, ввиду, большой разницы в возрасте, и ввиду того, что девушка по факту ребенок, а вы взрослый, то отношения с ней, скорее всего, Вами будет выстраиваться по принципу родитель ребенок, где она выступает ребенком, как нетрудно догадаться, а вы выступаете родителем, как тоже, я надеюсь, нетрудно догадаться, Но, своими действиями вы ведете себя, в общем и целом, тоже как ребенок, потому что, ну, вот манипуляция, да, вот это все, это детская, вообще, позиция, вот. А у нее сейчас на это, ну, вот именно на такую модель поведения есть, в принципе, уже готовое решение. Вот. То есть, что такое готовое решение? Это значит, что на позицию ребенка она отвечает, ну, как бы, ну, как бы она отвечает, собственно же, детской позиции. Вот. И, на мой взгляд, это совершенно, совершенно нормально. Вот, поэтому, если вы хотите, хотите, скажем так, гармонизировать отношения с ней, вот, то вам необходимо выходить из модели детской, вот, и переходить больше в модель взрослых. Вот. Вот. Я, правда, вот, опять же, да, не знаю, ну, готовы ли вы к этому, готовы ли вы действовать в таком, как бы, ключе или нет? Вот. 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 И если готовы, например, то хорошо, шикарно, вот, с этим можно работать, вам можно помочь. Давайте. Какие-то, вот, конкретные советы. Я не думаю, что возможно, потому что психологи не дают конкретных советов. То есть психологи помогают человеку как-то вот в себе разобраться, в первую очередь. Вот. И очень важно, вот, чтобы вы это увидели, очень важно, чтобы вы это займете, вот, чтобы вы постарались увидеть, что делает психолог, а что нет. Поэтому смотрите, смотрите, думайте, вот, и решайте, в общем и целом, сами, чего вы хотите. И когда решите, вот, для себя, да, то есть, например, вот, допустим, из какого чувства вы, вот, прибегаете к манипуляциям, скажем так, да, то есть, вам больно, вам обидно, вам тяжело, вам болезненно, вам тревожно, вас задевает, что, вот, например, она с вами рассталась, да, не слишком ли сильно у вас реанима самооценка, вот, потому что, опять же, мне показалось, что, ну, довольно реанима получается. Я, конечно, не знаю, да, всех деталей, но вот, по моим ощущениям, как будто бы, довольно реанима, довольно реанимы вы, по моим ощущениям. Вот, но это, понятное дело, что не точно, не точно, вот, потому что это требуется еще выяснить, да, это требуется еще подтвердить в процессе психотерапии, если вы этого захотите, конечно, вот. Поэтому, собственно говоря, такой ответ, вот, вам я могу дать. Пока что. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, вы сделаете определенные выводы, из моего ответа, и дадите обратную связь, которая послужит начало вашей работы над собой, вот. То есть, вы пишите вопросы, вот, которые я задал вам, и решите, что делать дальше. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok